Коллектив детской художественной школы обращается к жителям города с просьбой помочь спасти жизнь бессменному директору их учреждения Леониду Андреевичу Слингеру. Ему срочно требуются деньги на дорогостоящую операцию и реабилитацию в Москве. Причиной того, что Леонид Андреевич не сразу обратил внимание на опасные симптомы, стала большая загруженность на работе. Напомним, Слингеру пророчили большое будущее как художнику, однако он распорядился своим талантом по-другому, решив дать возможность юным дарованиям магнитки с детства получать качественное художественное образование. 30 лет своей жизни он посвятил становлению и развитию первой детской художественной школы города. Она по праву считается одним из сильнейших учебных учреждений России. Коллектив действительно переживает, это очень большая серьезная проблема для нас, для всех, потому что в принципе детская художественная школа это Тире, это Слингер Леонид Андреевич. Мы когда-то ездили в командировку и один человек спросил, есть ли у вас телефон МЧС. Я говорю, нет, у меня есть телефон директора, потому что он в любое время доступен, он всегда готов помочь. Ну просто без него нету школы, без него, ну вернее, ну в общем, это не та школа, к которой мы все привыкли. В 1987 году Леонид Андреевич стал директором школы и он, в общем, увлекался керамикой, керамическим направлением и со своими единомышленниками. Они собственными силами здесь все перестраивали, потому что было одно маленькое здание, дали второе здание, да, не приспособленное абсолютно к обучению, поэтому они сами перестраивали подвал, делали из этого керамическую мастерскую. В 1996 году в нашей школе появился первый компьютерный класс. Могу сказать, что это вот до каких-то, до 2010 года вообще в школах не было компьютерных классов. То, что в нашей школе сохраняется именно академическая школа, это во многом благодаря Леониду Андреевичу. Это традиции именно русского искусства, основы, да, поэтому наши дети с такой легкостью поступают в вот эти вот вузы Москвы, Санкт-Петербурга. Я у него училась, и все мое детство, это Леонид Андреевич, он учил меня всем предметам, и рисунку, и живописи, поэтому для меня он был кумиром. Почему я стала художником, почему я стала графиком, это потому что это было заложено с детства Леонидом Андреевичем. Тонкий вкус – это культура художественная, которую он обладает, и он это передает, прям, знаете, как, это естественно получается. И каждый выпускник, который у него учился, он этим обладает. Это для него становится базовым уровнем, после которого уже можно дальше идти в искусство. Я вот когда наблюдала за старшекурсниками, как он у них преподавал, я понимала, что я тоже хочу у него учиться, потому что это очень интересно наблюдать, как он объясняет. Он учит детей понимать все формы, линии, всего, что нас окружает, прочувствовать характер, чтобы это всё передавалось, с душой относиться к этому. Он учил, что нужно наслаждаться созданием своей работы, чтобы удовлетворённым быть потом. И вот благодаря этому я вот сдала успешный экзамен и поступила в институт на архитектора. Он как гуру, можно сказать, вот в нашей образовательной среде. Уже более 12 лет на базе детской художественной школы проходит курсы повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ и школ искусств. Это тоже говорит о нём, как о грамотном преподавателе, который позволяет не только самому расти, но и организует образовательную среду для того, чтобы коллеги тоже росли. Он бессеребренник, он думает только о его коллективе, о детях, поэтому его все любят. Он очень надёжный человек, он очень искренний человек. Ну, он очень хороший человек, ему нужно помочь. На настоящее время Леонид Андреевич серьёзно болен, и ему требуется срочная операция и дорогостоящее лечение. Мы обращаемся ко всем, кто может помочь, кто желает помочь, кто помнит Леонид Андреевича, знает его и желает помочь в осуществлении вот этого лечения. Собрать деньги, перечислить на счёт, который уже известен всем, принять участие в благотворительной выставке продажи работ художников и максимально откликнуться на наш призыв. Если мы в кратчайшие сроки сможем собрать эти деньги, то, конечно же, будет результат. Продолжение следует...